Мы на детской площадке. С Амираном на детской площадке никого. Паника в Харькове. По сообщениям из Харькова весь бизнес закрылся, вывозят имущество. Люди в панике скупают продовольственные товары в виде масла, круп, соль, спички, туалетную бумагу, сахар, молочные смеси, курева, алкоголь, консервы, свечи, мыло, шампуни. Люди готовятся к блокаде города многолетней, найти транспорт невозможно, за это платят дикие деньги. Если у вас есть грузовик, на него на ближайшем КПП забирают на фронт вместе с водителем. Закрыты кафе, торговые точки везде за проход и проезд из города требуют огромные деньги. Мужчин до 75 лет останавливают и сразу уводят на фронт. Написал мне человек письмо в таком виде. И очень много, да, вчера было вопросов в комментариях под вчерашним видео, оправдали, что в Харькове паника. В Харькове все скупают, в Харькове выехало опять полгорода. Все, кто остался, сделали магазины, полки супермаркетов пустыми. Сейчас поднимем собачку. Так вот, давайте отправимся вместе с вами сейчас в ближайший супермаркет и посмотрим, как обстоят дела, работают ли кафе и вообще, что происходит в городе. Так что, ну, вот вы мне пишите, атакуете, то, что кафе закрыто, у людей паника, все уезжают, убегают, никого нигде нет, магазины закрыты, еды нету. Все вывезло, все вывезло, люди дерутся за машины, за еду. Мне вот интересно, кто распространяет данную информацию. Информацию, кстати, сейчас началась воздушная тревога, поэтому на верхних этажах никого нет. Некоторые магазины закрылись, но это в связи с воздушной тревогой. Сейчас посмотрим, есть ли крупы, хлеб, продукты, кстати, мне надо купить хлеб. Хлеб. Так, сейчас мы найдем пустые полки магазинов, ни у кого нигде ничего нет, все голодают, готовятся к осаде города. Сейчас посмотрим. Так, хлеб. Хлеб, булки есть. Ну, то, чего нету, кстати, это просто потому, что уже вечер. Вечером хлеб съедают, потому что он горячий, его пекут, ну, так, чтобы люди съели. Здесь, кстати, свеженький хлеб. Вот так сделаем. Даже не знаю, какой взять, надо подумать. Такой не беру, такой тоже. Это какой-то чесноковый. Нет, такой не хочу. Наверное, возьму сырный. Сырные такие булочки. Ну, я думаю, нам до завтра хватит, а завтра я схожу в магазин. Ладно, на всякий случай возьму три. Так, все смейте насколок, ничего нету, но это я так в кавычках утрирую. Хамоны, ноги. Смотрите, все хамоны съели, ничего не осталось. Это у меня такие шутки. Вы же просто мне пишете, что у вас пустые полки магазинов, покажи. Ну, сейчас мы посмотрим на пустые полки. Пустые, не пустые. Не знаю, как бы что сказать в данном случае. Вот еще музыка, мне это всегда не нравится, когда музыка на фоне моих съемок. Так, ну, в отдел с спиртными напитками есть смысл идти, не идти, я не знаю, кому это интересно. Я сюда захожу крайне редко, только, наверное, по каким-то особым праздникам, потому что я, вы же знаете, особо ничего не пью. Хорошая цена. 39 тысяч стоит вот эта вот пупилка. Тысяча долларов. Так, ну, я не знаю, зачем я сюда пошла, наверное, чтобы вам показать то, что отделы спиртные, ликероводочные. На любой вкус и цвет, все, что хочешь есть, и на любой карман. Так, я же хотела сыр посмотреть. Хотела посмотреть сыр. Так, ну, сыра много. Выбор большой, какой хочешь, любых производителей. Знаете, я вам хочу просто сказать такой момент, что сейчас в Харькове магазины с бетхом забиты. А вопрос в другом. Вопрос в том, что не все люди, даже не то, что не все. А я бы вам сказала то, что очень многие не могут себе позволить сейчас элементарный продуктовый набор. Не все мясо сейчас едят. Мясо, кстати. Ну, здесь уже просто конец дня, уже мяса. Мяса нет. Есть рыба. Надо утром приходить. Я еще приду утром, чтобы вы наверняка не сомневались. Икра. Красная, черная. Устрицы. Такие хочешь. Так, ну и что тут у нас сегодня? По рыбке. По рыбке. Ну, рыба, креветки. Кстати, за рыбой стоит большая очередь. Толстолоб. 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 Карпы. Треска. Кефаль. Семга. Дорада. Кальмар. Сибас. Форель. Креветки. Грибешки. Кто-то меня недавно спрашивал о гребешках. Вот, гребешки есть. Это стель, ну, как бы то, что... Какая шашлая, дети так посмотрели на меня. Так, что мне нужно? Я вообще пришла за хлебом и кефиром. Это я так уже решила зайти, показать вам. А то пишут, пишут, что мы тут голодаем. Ну, как бы голодаем только по причине нехватки денег, я вам так скажу. Что проблема у людей только. Только с финансами. Так. До третьего. Мы возьмем два кефирчика. До третьего. Вот такой вот кефир я беру сейчас амиран. Что, у меня камера не фокусируется. Творог зачастую берем на рынке. Валя берет. Ну, сейчас рыночного творога нет. Поэтому я возьму какие-то сырочки. Такие, Машенька. Марийка. Сейчас она называется Марийка. Сырочки Марийка. Так, ну, я вам еще приду, наверное, завтра утром покажу, сколько хлеба будет. А то сегодня я действительно застала пустые полки. А, там еще просили показать крупы. Ну, это бытовая химия, шампуни. Все, что хочешь. Цены очень большие стали. А так, посмотреть, в правде в глаза есть все. Рис на любой вкус. Рис вообще, не знаю, сколько видов здесь риса. Ну, какой хочешь. Шлифованный, не шлифованный, черный, белый. Вопрос стоит. Все. Гречка какая, хочешь. Разных видов. Круп валом. Все же упирается. Сахар, мука. Сахар, кстати, по скидке сейчас 29 гривен. Наверное, я возьму пачку сахара. Сытый двор. Какой-то сахар. Лишним не будет. А так 30 гривен стоит сахар. В принципе, в принципе. Мука, соль. Соль стоит 27 гривен. Соль очень подорожала. Такая экстра 23 гривны. Ну, у нас соль была очень дешевая. Когда? Вы сами знаете, когда что было. Дрожжи так. Что мне еще нужно? Мне, наверное, уже ничего не нужно. Я покупаю по мере надобности что-то. Ну, естественно, когда есть. Деньги яйца. А то вы всегда спрашиваете. Покажи цены на яйца. Не знаю зачем, но я покажу. 71 гривна яйца. Такие яйца. 52 гривны. 59 гривен. Но все же зависит от качества и производителя. 61 гривна. 61 гривна XL. 64 гривны. 55 были по скидке. Уже нет. Пустое место. Ну, то есть в среднем яйца стоят 60 гривен. Где-то так. Плюс-минус. А напоследок хочу сказать. То, что посеять панику фейковыми новостями не выйдет. С запугиваниями. Меня регулярно запугивают. И запугивают не только меня, а вообще всех жителей. Все это происходит со всех утюгов и чайников. Я так понимаю, над этим активно работают. Хочу сказать, что те, кто здесь остался. Очень многие не просто там. Ну, некоторые повозвращались. Их здесь не было. А кто-то прожил здесь два года, так как и я. И знаете, кто бы сейчас что ни говорил. Прожив здесь. Конец февраля. Март, апрель, май 2022 года. Самые страшные месяцы. Могу сказать. У нас выработался своеобразный иммунитет. Мы выжили. И нас теперь сложно испугать. Каждый раз, как это начинается. Я просто хочу сказать, что все, что не убивает, делает нас сильнее. И все войны заканчиваются миром. Помните об этом.